Мы приехали сюда, конечно, взять три очка, что нам получилось. Рассчитывали на это. Учитывая то, что и Факеву нужны были эти очки. Такой у нас матч тура в этом городе в Воронине прошел. Не крылья Советов с Оренбурга, там играли матч тура, а мы с Факелом, две последние команды. Поэтому такой напряженный матч, на нервах весит. Нам повезло, скажу, в первом тайме не забили Факел, во втором мы уже немножко адаптировались, Факел подустал, и у нас стали возникать моменты. Свой один момент мы реализовали. В каких компонентах ваша команда произошла хозяев сегодня или просто получилось так? Удача? Я скажу так, что первый тайм Факел нас переигрывал. Да, видно было, что они моменты создавали. У нас практически не получался переход из обороны в атаку, мы не могли доставить мяч за их штраф, но не нанесли ни одного удара по воротам в первом тайме. Во втором сразу же на первой минуте мы создали хороший момент, и через некоторое время стало понятно, что Факел стал подуставать, немножко на таком поле все время прессинговать, атаковать, чем мы и воспользовались в концовке, а превзошли мы их все-таки в том, что вы свой момент реализовали, в отличие от Факела. Все-таки, наверное, еще и ваше преимущество было в том, что у вас более молодая команда в плане физики. Я думаю, что это преимущество. Мы же не против ветеранов, которым по 50 лет. Люди в расцвете сил, там 25-30 лет. Это самый сок. А наши футболисты даже, я скажу, еще не адаптированы играть на таком уровне, физические качества. Им еще нужно прибавлять в этом компоненте. Ставится ли перед вами какая-то задача, хотя бы условная, сколько-то человек приблизить максимально к основной команде? Есть какая-то такая цель? Так задача не стоит, конечно, у нас. Естественно, если мы приблизим всех футболистов, которые играют, извините, там будет вообще шикарно. Но такого в принципе быть не может, это утопия, правильно? Если мы выдадим одного-двух футболистов, это будет хорошо. Как таковой задачи, чтобы поставить вам пять футболистов, чтобы нам отдали, у нас такой задачи нет. У нас сейчас задача стоит оставить команду ФНЛ. А там уже будем летом сядем, будем смотреть и разбираться, что дальше. Пожалуйста, еще вопросы. Статин Георгиевич, сегодня большую часть игры все-таки «Зенит-2» провел в обороне, играя на контратаках. И так был забит гол. В преддверии матча Даниил Пельчиков дал эту вью крупному сальту, где я говорил о том, что «Зенит-2» стремится играть именно в контроль мяча, то есть от себя. То есть сегодня игру можно назвать далекой от того, что вы видите. Я скажу так, что мы пытаемся, пытаемся играть, но учитывая состояние поля Воронежского стадиона, трудно контролировать мяч. Я вам скажу так, что можно посмотреть выкутки, которые там у нас сейчас популярны, инстат, да, и посмотреть контроль мяча. Я думаю, что мы все-таки превзошли воронежский факел в контроле мяча, в владении мячом. Да, мы это делали просто на своей половине поля, не было никакой опасности. Но мы хотя бы стараемся, мы что-то пытаемся. А факел проводил быстрые атаки. Естественно, мяч у нас держался дольше. Они сразу пытались провести быструю атаку и забить голом. Ну, а мы пытались контролировать мяч. Не без ошибок, конечно, но... Мы прививаем все-таки ребятам в футбол, чтобы они играли в футбол. Естественно, мы можем поставить 10 человек в обороне и обороняться. Но они так не научатся играть в футбол. Да, мы допускаем ошибки в контроле мяча. Да, мы потеряем простые мячи. Но мы обучаемся, мы учимся. Впечатление в футбол. Какая вещь, что кто забивает, тот и выиграет. Сегодня я не могу сказать, что ребята не хотели. Очень сильно хотели. Стремились к этому. В принципе, игра шла практически всю игру. Мы имели игровое и территориальное преимущество. Но футбол таков, что кто забил, тот и выиграл. К великому сожалению, те количество моментов, которые были в первом тайме созданы, мы не реализовали их. Готовясь к игре, мы тщательно изучали соперника. И ребята предупреждали о том, что они сильны при стандартных ворот, в стандартных положениях у своих ворот. Очень быстро идет выбегание в атаку. И, собственно, это сыграло решающую роль. Мы подавали угловой. Шла большая группа игроков. Естественно, наши высокорослые защитники. И быстрая атака. Практически один удар в створ наших ворот закончился для нас печально. Выигрыш 1-0. Световать можно на то, что у нас во первом тайме перекладина, во втором тайме штанга. Моменты хорошие были. И вскрывали фланги. И создавали моменты. Но хромает у нас очень сильно. Хромает реализация в четырех турах. Мы не забили ни одного мяча. И одна единственная ошибка. В каждой игре мы создаем, не реализуем. У нас одна ошибка приводит к такому результату. Сложилось впечатление, что во втором тайме посвежесть гости. Это связано с тем, что они по составу помоложе, чем факел. Имели преимущество то, о чем вы сказали. В скорости. В скорости, да. В скорости, да. В скорости. Но здесь, видите, уже мы стали немножко открываться. Уже пошли большими силами вперед. И здесь, да. И особенно здесь вот в центральной части поля, в центральной зоне. Все. Ну, в силу того, что ребята, которые пришли к нам, и Кузьмин, и Дима Рейкиш, старались. Очень сильно старались. Ну, уровень готовности пока, пока. И вот здесь именно это и сыграла быстрая атака. Быстрая скоростная атака. Мы не успели закрыть зону. Ну, собственно, там особой-то и грозы не было. Да. Считаем удар с центральной зоны. Все. Я бы не сказал, что они фатальные какой-то в скорости имели преимущество. Так-то игра шла с нашим преимуществом, да. И по игре. Первые таймы. Второе. Обороняться всегда проще. А сильный козырь, который у них есть, и, конечно, забивной формы по Нюкову. У него был один момент, он его использовал. Даже и моментом-то его назвать нельзя. Ну, там показалось, что этот мяч не был из-за разряда не берущихся. Не берущихся, конечно. Под рукой у него. Читаемый. Ну, там мне показалось, что мяч скакнул то ли от кочки. Ну, не из-за разряда, вы правильно заметили. Это не из-за разряда не берущихся из-за штрафной площади. И практически там щекой обводящий. Ну, и даже не сильно обводящий. Не из-за разряда не берущихся. Еще вопросы? Ну, шесть очков теперь отрыва до ближайшего преследователя. Ну, тут нужно смотреть не от ближайшего преследователя, а от зоны вылета. Я понимаю прекрасно, что у кого-то вызовет эроническую улыбку, и у болельщиков, и у вас, наверное, то, что… Ну, я считаю, что мы будем бороться до конца. Хотя этим поражением, конечно, вы убили сильно свою ситуацию. Так бы мы подтянулись, если бы вы играли. Составительное наклонение, наверное, неуместно. Все. А так отрыв практически таким и остался. Все. Количество игр просто уменьшается. И все. Ну, я уверен в том, что будем бороться до конца. Тяжелый, да, тяжелый психологический, скажем так, удар, чтобы прямому конкуренту рядом проиграть при, в общем-то, неплохом содержании игры даже в этих условиях. Все. Но случилось то, что случилось. Все. Приношу свои извинения перед болельщиками. И все. Мы будем стараться до конца достойно играть и попытаться сделать все возможное для того, чтобы исправить ситуацию. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok